Приветствую вас! И, в общем, вас не отпустят до тех пор, пока вы будете отжелеть. О чем дожелеть? В том, что касается ваших ошибок, вашего поведения, того, что вы, по вашему мнению, могли бы сделать, но не сделали. По вашему мнению, могли бы завершить иначе, поступить по-другому и так далее. То есть, по сути дела, прошлое, оно не отпускает вас, потому что вы до сих пор жалеете о тех моментах, которые тогда с вами происходили и, наверное, хотите это исправить, что-то изменить. При этом возможности, конечно, для этого у вас нет, так как понятно, что просто уже не вернут. Так вот, вам необходимо для себя определить следующее. Что вообще говоря, тогда, когда вы находились в тех ситуациях, которые вы сейчас хотели бы исправить, вы не могли поступить иначе. Вы поступали так, как считали на тот момент нужным, правильным, оптимальным. И лишь только, оказавшись уже вне ситуации, вы осознали, что можно поступить немного по-другому. Но до тех пор, пока вы из ситуации не вышли, до тех пор, пока вы не оказались, по сути, в другой ситуации, пока вы не посмотрели на нее извне, вы не поняли этого, не осознали того, что могли поступить совершенные мячи. И вот этот момент вам нужно для себя, в первую очередь, ну, знаете как, сделать своим этот момент вам нужно. То есть, вам кажется, что вы могли поступить как-то по-другому лишь потому, что вы уже не в этой ситуации, не в ней, не в конкретной, а в другой. И вы можете оценивать более объективно. А тогда вы, естественно, были субъектом. И ваши поступки были ограничены тем, как вы видели ситуации тогда. Это означает, что на тот момент вы приняли наиболее верное решение. Это означает, что на тот момент не было для вас решения лучше того, которое вы приняли. Но сейчас вам, естественно, кажется по-другому. Поймите эту простую мысль, и прочно перестанет вас за собой тащить. А вы перестанете о нем постоянно вспоминать. Но! Вместе с этим, мне бы хотелось отдельно, вот отдельно вам сказать, что прочно с вами еще и потому, что у вас есть время. Время на то, чтобы о нем вспоминать. Это говорит о возможной вероятности того, что реальная жизнь вас по какой-то причине не устраивает. И вы прошлое воспринимаете как нечто более светлое, лучшее время, чем то, которое есть сейчас. И это, конечно же, иллюзия. Потому что на самом деле вам кажется, что прошлое лучше, светлее только потому, что у вас есть образ этого прошлого. Некий такой идеальный, я бы даже сказал, стерильный, то есть чистый образ этого самого прошлого. И давайте подумаем, чем оно это просто было для вас наиболее привлекательным. Какие эмоции вы испытывали тогда? Какие чувства? Что для вас было самым важным? И постарайтесь это привнести в свое настоящее и в будущее. вполне вероятно, что с вами происходили вещи в прошлом не только неприятные, но и травмирующие. Не только неприятные, но и такие, которые вы до сих пор, например, не проговорили с кем бы то ни было, да, не до конца кричили. В этом случае недостаточное переживание негативных эмоций тоже мешает вам его отпустить в прошлое. И тогда, резюмируя, условно можно разделить ваши действия, да, вашу стратегию по отпусканию прошлого на несколько частей. Первое это, как я уже сказал, переоценка возможного выбора относительно прошлого. Второе это осознание того, чем, по вашему мнению, прошлое лучше настоящего и вздремление к тому, чтобы привести настоящее в соответствие с прошлым, в соответствие с прошлым имеется ввиду ваши переживания, ваши ощущения, с обязательным пониманием того, что как тогда уже не будет, будет немного по-другому, и стремление не к, знаете, как, не к конкретному воплощению прошлого в настоящем, а стремление к неким вашим цельным идеалам и осуществлением ваших желаний, с которыми связано прошлое. И, наконец, третий момент это окончательное переживание, обсуждение, возможно, даже того, что вас может волновать относительно прошлого. И вот, если вы будете действовать именно так, то, я думаю, что прочное вы отпустите достаточно легко, и оно не будет вас беспокоить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.